Привет, капитаны! В эфире МВЧ, канал, где изучают корабли. Серое небо, солнечный диск, Сверху идем, вверху, вверху, в дистанции, Воздух тяжелый, буду нащать, Удра и рвать, опять. Воздух тяжелый, трудно дышать, И нет дороги назад. 120 метров, на глубину тероскопа. Есть, нарезу, вверху, 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 вверху. Солнце, огонь, снова шар, азову. Пока мы мечтали в War Thunder у Ямато, здесь внезапно и без предупреждения ввели подводные лодки. Для начала, в отдельном событии, битва за Атлантику. Однако, судя по детализации и глубине проработки лодок в этом событии, можно с высокой долей вероятностью предполагать, что перед нами не что иное, как тестирование новой техники и новых механик для дальнейшего внедрения всего этого великолепия в игру на постоянной основе. Кстати, в другой замечательной игре подводные лодки тоже сперва появились в отдельном режиме. Потом еще более года балансировались до внедрения в обычные бои. И мне, как только за последнюю неделю, сыгравшему несколько сотен боев на подводных лодках в другой замечательной игре, конечно же, было очень интересно посмотреть, что собой представляют подводные лодки War Thunder. Надеюсь, вам тоже. И сыграв несколько боев, я могу уверенно сказать следующее. Если вам нравится тема подводных лодок, то играть на них в War Thunder уже действительно достаточно интересно. Здесь и новые механики, новые ощущения, атмосферность подводного погружения. Все это не кажется слишком сырым, хоть и явно требует доработки. Но главное, ты себя действительно ощущаешь на подводной лодке. И на это интересно тратить свое время. Тем более подводные лодки здесь не только кидают торпеды, но могут ставить и мины, а также вполне активно стрелять с поверхности. Что мне особенно понравилось, так как в другой замечательной игре стрельба на подводных лодках с поверхности – это больше декоративная функция. А в War Thunder они наваливают будь здоровы, хоть и сами при этом уязвимы. А так, в общем, торпеды кидаются, корабли топятся. Все, что надо, на месте. Только, конечно, внешнее оформление подводных видов хотелось бы получше. Пока подводного мира, по сути, здесь нет вообще. А глубина – это просто темный экран. И мне, как разбалованному подводными видами в другой игре, это, конечно, смотрится грустновато. Но как для начала, то тема отличная, и расти есть куда. Надеюсь, недолго нам ждать до появления подводных лодок в обычных боях. Поживем – увидим. И, конечно же, сила с нами да пребудет. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. Сегодня был Суперджик. Погружаемся на глубину 40 метров. Право на борт. Спокойно, не иди, и веди опять сапоги. Солнце, огонь, снова жаром парит. И внутри все горит.